Хэйлунзянское деревоевещание и медиа-центры городов провинции запустили репортаж «Воспевать мою родину». Прослушаем, как люди отзываются об изменениях в провинции Хэйлунзян и восхваляют достижения в развитии провинции Хэйлунзян. Меня зовут Пай Йен Вэй. Я председатель габератива Джин Вэй города Ударенчи. В этом году мы посадили 4000 му соевых бобов, что вызывает у меня особую гордость. На черной земле родины мы проводим 250 гг сму, что достигает рекордно высокого уровня. Меня зовут Хоу Си Зюнь. Я вырос в Хэйлунзян. Самое известное место здесь – лесной барк сибирских дикров в Хэйлунзян, где я работал более 30 лет. Здесь находится крупнейший в мире центр разведения сибирских дикров. Поработать. Здесь было всего несколько сибирских дикров, а сейчас их здесь порч 10. От самой большой тем может гордиться заводчик. Разве это не прекрасная гордина гармоничного сосуществования человека и природы? Меня зовут Го Цзю. Я открыл ресторан барбекю в Си Цигаре. Северо-восточное барбекю известно во всем Китае, а барбекю Си Цигара известно на северо-востоке. В этом году в Всемирной федерации китайской кухни Си Цигар был удостоен звания международной столицей барбекю. Я Си Цигарец. Я горжусь этим. Меня зовут Ван Чжао Чжао. Я заместитель графного инженера китайской железнодорожной корпорации. Я много лет проработал в провинции Хэнунджян и давно считал это место своей второй родиной. За последние 10 лет наше четвертое бюро китайской железнодороги посредовательно построило специальные железнодороги по маршрутам Харби Мданчян и Мданчян-Диамусы. Мы стали свидетелями развития и изменения транспортной сети Хэнунджяна и горжусь этим. Меня зовут Цуй Дянхуа. Я гид. Мой родной город Ичжун. Он является прекрасным лесным городом экотуризма. Содержание отрицательных ионов кислорода в воздухе на кубический стандиметр здесь составляет борозительные 27-10 единиц, что в 18 раз превышает стандарт для свежего воздуха. В этом году Ичжун был удостоен звания натуральный кислородный бар. Как вы думаете, это здорово? Осенью в Ичжуне – красные сосны зеленого света, а кленовые листки – огненно-красные. Когда у вас будет время, приезжайте в мой родной город в Госсе.